Ночь искусств – ежегодная культурно-образовательная акция, которая проводится с 2013 года, всегда в начале ноября и является завершающей в цикле так называемых культурных ночей – театральных, музейных, библиотечных, музыкальных. В Щелковском историко-краеведческом музее такие встречи всегда проходят очень тепло, как в семейном кругу. И всегда гостей ждет что-то новенькое и интересное. Лозунг «Ночь искусств» в разные годы был «Искусство объединяет». И мы постарались соединить сегодня людей разных творческих профессий в одно целое. То есть провести ряд творческих встреч и соприкоснуться с разными видами искусства. В рамках «Ночи искусств» наградили участников фотоконкурса «Щелковский край. Место для отдыха и вдохновения». Гран-при в номинации события, и это очень-очень приятно, досталось нашему коллеге, оператору Щелковского телевидения Сергею Василевскому за фоторепортаж с фестиваля «Душоновские маневры». А еще были творческая встреча с художником Виктором Орловым, чья выставка живописи и графики сейчас развернута в музее. Интерактивная экскурсия «Застывшее время в письмах» по выставке «Москва-мытища Щелкова. Путешествие по железной дороге» на рубеже XIX-XX веков. Другом нашего музея является кандидат архитектуры Алексей Воробьев, который тоже собрал гостей на творческую встречу. В этот раз он решил поделиться со зрителями своими впечатлениями из поезда к Памиру. Рассказал о необычных архитектурных объектах, вызывающих интерес не только у туристов, но и у профессиональных строителей и архитекторов. Вот, например, капелла брата Клауса в деревушке Вахендорф под Кёльном архитектора Петера Цумтера. Здание построено методом заливки бетона с последующим выжиганием внутренней опалубки. Затерянное где-то в полях, оно меньше всего напоминает культовое сооружение, но это лишь снаружи. Сейчас фокусировал этот свет, там абсолютное ощущение дешевле. То есть, когда нет толп туристов, ты заходишь, и вот эта связь между тобой и Вселенной, между тобой и Богом, ощущается потрясающе. Причем, когда ты ходишь, нет вот этого перехода между внешним, экстремием и интерьером. Архитектор по образованию и призванию Алексей Воробьев успел поработать и чиновникам, и руководителям, но везде присутствует творчество. Он автор нескольких успешно реализованных архитектурных концепций общественных пространств в городах Подмосковья, Королеве, Звездном, Орехово-Зуеве, Раменском. И, конечно, в родном Щелкове. Это Алексей придумал и пешеходную парковую, и молодежную набережную. Последняя, кстати, недавно получила золотой знак на архитектурном фестивале «Зодчество-2019». А еще, напомню, Алексей Воробьев является автором концепции архитектурного пространства музея, как раз вот этого, где мы сейчас находимся. И сегодня, в ходе экскурсии, он раскрыл некоторые воплощенные здесь свои творческие задумки. Например, многие спрашивают, а для чего эти окошки, в которых расположены громкоговоритель, телефон, керосинка? А все просто, рассказывает архитектор. Эта стена разделяет Щелкова в годы мирного развития и в годы военного времени. Предметы в нишах, как связующие элементы нашего быта между миром и войной. Или вот, о некоторых решениях по представлению музейного пространства. Идея, как раз, опять же, подлинности. Эти палки, они несут бетонные своды, которые вы тоже видите, вы их тоже оставили. А палки специально подчеркнули, что это тот конструктив, который действительно вышел. Идея, как раз, показать, чтобы здание само рассказало. Завершал вечер, плавно переходящий в ночь, концерт Эдварда Сакса. Это сценический псевдоним нашего земляка Эдуарда Гончаренко. В программе «Многообразие музыки» музыкант представил эстрадные и джазовые композиции, как написанные для саксофона, так и популярные произведения в обработке. А еще прямо во время мероприятий у директора музея Натальи Богдановны, родилась идея предложить друзьям музея, коих немало, попробовать себя в качестве гидов по тематическим направлениям. Но это будет уже совсем другая история. Возможно, следующей ночи искусств. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.